Теперь о ситуации с коронавирусом. 34 новых случая инфицирования COVID-19 зарегистрировано за последние сутки, сообщает региональный оперштаб. В тяжелом состоянии 14 пациентов, из них 8 на ИВЛ. Один человек скончался. Выздоровели 23 жителя республики, 242 на лечении в инфекционных больницах. Режим домашней изоляции соблюдает 812 человек. Шкала заболеваемости COVID-19 неуклонно растет вверх по всей стране. Рост наблюдается в 65 регионах России. Такие данные накануне привел глава Федерального Минздрава Михаил Мурашко. В Москве за несколько дней зафиксирован трехкратный всплеск заболеваемости. В связи с тяжелой ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в России вакцинация, как и ревакцинация, неизбежна. Отказ от прививки – одна из главных причин появления и распространения новых штаммов. Индийский штамм намного опаснее. Он легко убирает защиту формирующегося коллективного иммунитета и быстро инфицирует тех, кто еще не переболел. Именно поэтому вакцинация защищает как привитого человека, так и все общество в целом, позволяя сформировать коллективный иммунитет. Специалисты призывают не игнорировать масочный режим и вакцинацию. «Количество госпитализированных у нас увеличилось в полтора раза. Также увеличилось количество больных, влечившихся на амбулаторных условиях. 73% заболеваемости дает нам Элиста с целинным районом. Мы видим омоложение среди заболевших. Количество тяжелых больных за последние две недели у нас увеличилось в два раза. Это этот повод задуматься для наших земляков о проведении вакцинации. На сегодняшний день научно уже доказано и опытом, и статистическими наблюдениями, что вакцинация снижает риск появления тяжелых случаев практически на 100%. Риск заражения снижается на 60-70% после вакцинации».